Всем привет! Это канал GoodLookBlog, и сегодня мы поговорим о таком явлении, как креативные пространства и что в них продают. Эти креативные пространства также называют арт-пространствами, творческими кластерами и просто лофтами. Такие творческие кластеры организованы для проведения различных мероприятий, от выставок и маркетов до вечеринок и концертов. Эти так называемые арт-пространства располагаются в бывших, естественно, уже не работающих фабриках и заводах, в старинных особняках, на реконструкцию которых у арендодателя в данный момент нет денег. Также лофты можно обнаружить и в современных свежепостроенных зданиях. В большинстве случаев арт-пространство находится в центре города. В Санкт-Петербурге, как оказалось, далеко не один десяток таких модных лофтов. Например, Ткачи на обводном канале рядом с метро Обводный канал, Флигель на Первой Советской, недалеко от метро Площадь Восстания, Голицын лофт на Фонтанке в 20 минутах ходьбы от метро Гостиный двор, Творческое пространство Пальма на Пирогово в 25 минутах ходьбы от Адмиралтейская, Лофт Проект Этажи на Лиговском проспекте в 5 минутах ходьбы от метро Лиговский проспект. В 90% случаев в таких лофтах представлены магазины с одеждой отечественных дизайнеров, в основном локальных, в нашем случае дизайнеров из Санкт-Петербурга. Например, в этажах магазинов локальной дизайнерской одежды и аксессуаров огромное количество. От мини-лавочек, наподобие магазинчика аксессуаров для девушек Идл, и магазина недорогих сумок и рюкзаков Нова, до магазина с историей, идущих аж со времен СССР. Магазин Кет Динамо. В простонародье их называли и называют Динамки. То же самое можно сказать и про винтаж. Его тут до хрена и постоянно открываются новые точки. Любители Пали тоже не будут себя чувствовать обделенными. Они легко тут могут найти те же лжебальсяги по 5-6 тысяч рублей всех цветов и моделей, и потом пускать пыль в глаза своим друзьям. Но большинство магазинов, представленных в этом пространстве, да и по большому счету вообще в подобных модных пространствах, лично у меня не вызывает никакого интереса. Если быть честным, я вообще не понимаю, как они выживают, кто у них покупает эту одежду, тем более за такие деньги. Ведь за все это нужно ежемесячно платить. Например, оплачивать аренду, выдавать зарплаты продавцам, на что-то закупать товар, вести бухгалтерию. А она далеко не бесплатная. И тут, честно говоря, вопросов больше, чем ответов. Но, конечно же, есть и исключения. Например, магазин одежды Крокотау. По моему личному мнению, это единственный отечественный бренд одежды, который делает действительно стоящий, качественный стритвир. Что, по большому счету, идет в разрез с большинством российских марок одежды такого направления. И я сейчас говорю именно о такого рода магазинах, а не о Юдашкине или Потемкиной. На деле очень много примеров наподобие. Смотришь, ничего вроде такое пальтишко висит. Ну, нитки торчат, ну, материал слабоват. Ну, думаешь, тысяч пять-семь будет стоить. А смотришь на цену и охреневаешь. Двадцать пять. Думаешь, с чего это? Смотришь на состав. Синтетика. Опять думаешь, вы кого хотите развести? Меня это всегда поражало. Идите вы куда подальше со своими пальто за двадцать пять штук. Я за эти деньги возьму, хоть и на скидках, но пальто, например, от Армани. Качественное и из натуральных материалов. Дело в том, что у итальянцев или французов целая история развития своих брендов одежды. Тот же Армани, Трусарди или Версачи внесли в мировую моду такой отпечаток, элементы которого сейчас использует даже простой обыватель, не разбирающийся в моде и, в принципе, в одежде. Они были новаторами, вносили в мир реальные изменения. Государство награждало их орденами за заслуги перед страной. Они формировали вкус миллионов, вкладывали душу в свой бренд. А у нас, в большинстве случаев, как происходит? Увидели, что сейчас в тренде, например, поясные сумки или худи. После этого купили на Алике партию такого добра и начали нашивать на них свои ярлычки. Естественно, выдавая это все за концептуальную марку российского производства. Но это не мода и это далеко не стиль. Это чистой воды рыночный ширпотреб. И такого товара, к сожалению, большая часть. Конечно, бывает, что все обстоит иначе. Лично я видел несколько таких дизайнеров, вернее дизайнерш. Все вроде прилично. Стоят швейные машины, в рулонах замотанная ткань. Модные ребятки ходят с умными лицами. На первый взгляд, действительно работает креативное швейное производство одежды. А чуть углубишься и начинаешь замечать странности и нестыковки. И в реальности это все выглядит так. Девочка сказала папе, я хочу быть дизайнером. Папа купил швейные машинки, снял в аренду помещение, дал денежку на зарплату конструкторов и швей. И вуаля, девочка может заявить всем своим друзьям, что она модный дизайнер. Только она не в курсе, что ее свитшоты по 7-10 тысяч рублей никому не нужны. А дизайн, за который она, естественно, заплатила, просто украден с прошлых дизайнерских коллекций и не представляет никакой ценности. И спустя полгода она начинает задумываться. Да как так? Почему нет продаж? Вроде все круто. Вокруг ребята с татуировками и с крафтовым пивом. Подружки в джинсовых куртках из 90-х. А вокруг все такое концептуальное и трансцендентное. И все вокруг вроде такие умные, классные, модные, но ни хрена не идет. А малышка в самом деле не понимает. Чтобы что-то продавать, нужно сначала заработать имя, пройти путь становления бренда, разработать концепцию, найти тех партнеров и сотрудников, которые разделяют твои ценности, донести миссию компании, если, конечно, она есть, чтобы они, в свою очередь, донесли ее до клиента. Да и в целом найти, а главное удержать своего клиента, превратив его в постоянного. А у нас все как обычно. Вчерашний Вася, сегодня возомнивший себя дизайнером, хочет признания посредством создания посредственного худи. Поэтому в таких магазинах нет четкого понимания, что за бренд, что он несет, откуда такие цены, да и вообще, что я получу, купив ту или иную вещь. Поэтому такие магазины и открываются пачками, и такими же пачками закрываются, если не больше. И зачастую бывает так, заходишь в лофт и ничего не узнаешь, одни новые магазины. И это неудивительно. Изначально должна быть идея вера в нее, а не жажда наживы. Тем более, Санкт-Петербург, хоть и не столица, но народ уже давно начал понимать, что к чему. И не хочет быть обманутым в какой-то зачуханной лавке. Но не все так уж и печально. Конкретно в ножах есть давно уже сложившийся костяк магазинов, которые наработали свою базу клиентов и успешно работают многие года. Например, такие магазины, как магазин Шу, находящийся сразу справа при входе с Лиговского проспекта. Или тот же Крокотау, находящийся как раз напротив магазина Шу. Конечно же, покупать или нет одежду в таких местах решать только вам. Но на вашем месте я бы сто раз подумал и проверил, прежде чем тратить свои деньги непонятно на что. Вообще, атмосфера тут особенная. Эти обшарпанные стены, конечно, не привлекают состоятельную публику, но могут дать новые эмоции, а кого-то и вдохновить. Такие места как раз и рассчитаны на тех, кто не хочет работать на кого-то, а денег на серьезный крупный бизнес просто нет. Но есть огромное желание попробовать себя в роли руководителя магазина или дизайнера одежды. И если ты хочешь попробовать себя на этом поприще, то мой совет однозначно да. Нужно действовать, не ждать. Копить бабки, обязательно делать бизнес-план и открываться в лофте. Например, в этажах аренная плата гораздо ниже средних цен по городу, а проходимость огромная, просто адская. Как говорится, местечко намоленное. И даже если ничего не получится, то вы приобретете бесценный опыт, а также, возможно, познакомитесь с единомышленниками. Но, конечно, нужно понимать, что идея должна быть новая, с перспективой роста, чтобы она не стала очередным магазином, проработавшим два месяца и закрывшимся по уши в долгах и штрафов на юрлице. Ну а если вы вообще боитесь рисковать, или у вас вообще нет возможности накопить денег, даже на открытие маленькой лавки, а у вас накопилось масса ваших работ, например, каких-нибудь аксессуаров, типа шапок собственного производства, вы можете снять одну полку или даже целый стеллаж в таких магазинах, как ваш стеллаж, предназначенный как раз для того, чтобы вы проверили, популярен ли ваш товар, нужен ли он кому-нибудь, так сказать, прощупали нишу. Но будьте готовы к тому, если ваш товар будет популярен, то через месяц в каждой лавке лофта будет продаваться такой же товар. Подведя итог, скажу, выражу, так сказать, свое собственное мнение. Для пробы себя, для реализации своих идей и открытия небольшой лавки лофты идеально подходят. А для качественного шопинга я бы поискал места поинтереснее. Знайте, в какой одежде вы ходите, понимайте, на что вы тратите свои деньги в таких магазинах. Не всегда модное место гарантирует качество и хорошие отношения. Все-таки в большинстве случаев все это делается ради денег, а не из благих побуждений. Это был канал GoodLookBlog. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok